Квартиры получат погорельцы в Шемкенте. Подробности в сюжете наших корреспондентов. 8 июня на улице Водопьянова вспыхнул крупный пожар. Дом барачного типа полностью сгорел. В одно мгновение на улице оказались около сотни людей. Их временно разместили в общежитии. Бауржан Байбек посетил погорельцев и пообещал, что без жилья никто не останется. Этот вопрос будет под контролем партии. На месте сгоревшего дома нам строят новый. Такого подарка мы не ожидали. Совсем скоро вселимся в новые квартиры. Мы благодарны властям. На расширенном заседании полицовета лидер партии Нур-Отан Нурсултан Назарбаев поручил открыто говорить о проблемах и добиваться их решения на местах. К примеру, это микрорайон Азад. Люди здесь живут без воды, света и газа. Те, у кого есть возможность, подключились к частным коммуникациям. Остальным приходится рыть колодцы и использовать газовые баллоны. Впрочем, деньги из бюджета выделены. А значит, скоро коммунальные проблемы будут решены. Об этом на встрече с местными жителями заявил Бауржан Байбек. Многие жители нашего микрорайона подключены к частным инженерным коммуникациям. Но так коммунальные услуги обходятся очень дорого. Было бы хорошо, если бы в наши дома подвели государственный свет, воду и газ. После объезда партийцы провели конференцию, на которой был назначен новый председатель шимкенского филиала партии Нур-Отан. Им стал аким города Ирлан Айтаханов. Бауржан Байбек побывал и в Туркестане. Он ознакомился с деятельностью общественной приемной местного филиала партии, которая теперь работает в формате open space. В завершении рабочей поездки первый заместитель председателя партии Нур-Отан прибыл в Арысь и навестил семьи, чьи дома пострадали. Снаряд прилетел прямо в наш дом и разрушил его. К счастью, никто не пострадал. Я сам контролировал процесс ремонта, поэтому претензий к строителям нет. Работа сделана качественно. Ситуация в Арысе первых дней была под личным контролем главы государства. Касымжомар Токаев распорядился принять срочные меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей. Напомним, что сейчас 99% пострадавших зданий Арысе уже восстановлено. В порядок осталось привезти дома, отстроенные с нуля. На объектах трудятся 4000 строителей. Рауль Габитов, Нурмахан Бекмуратов. Итоги дня.